Привет! Я вот вчера буквально ходил в магаз за едой и увидел, что цены снова выросли. Буквально прифигел. И меня, конечно же, посетила одна такая мысль. В общем, я подумал, сколько будет стоить продукты питания и другие наши ресурсы в реальности. Ну, я имею ввиду без огромных накруток, налогов и прочей хрени, а? Ну что, интересно стало? Вот-вот, и мне тоже. Начнем мы с ресурсов, а именно цены на бензин. Я был очень сильно удивлен, узнав, что топливо без акцизов и налогов стоит в разы дешевле. Как пример, я взял бензин АИ-95. У меня в городе средняя цена за литр примерно 45 рублей. Но если из этой цены вычесть все налоги и прочие вещи, то мы получим цену в районе 17 рублей за литр. Неплохо, да? Всего 17 рублей. Меня больше шокирует само понимание, что бензин мог бы стоить 17 рублей. И думаю, не только меня это шокирует, особенно автомобилистов, правда? Идем дальше. Следующим важным ресурсом для нас является электричество. Ведь без него вы не смогли бы даже посмотреть вот это видео. Да и вообще существовать без электричества настоящая проблема. Видимо, этим и пользуются владельцы электростанции. У меня в городе, например, а я живу в Липецке, кто не в курсе, цена за киловатт составляет 3,5 рубля. А теперь внимание! Себестоимость производства электроэнергии в России составляет в среднем от 30 до 65 копеек. Да-да, вы не ослышались. Все остальное это накрутки и налоги. Ну и конечно же газ. У меня в городе по последним данным стоимость одного кубометра газа составляет 5 рублей 66 копеек. Так вот, еще в 2016 году компания Газпром сама заявила, что себестоимость газа с налогами составляет порядка 20 долларов за 1000 кубометров. И я не думаю, что за два года ситуация кардинально поменялась. Согласны? Давайте чуть-чуть добавим и возьмем даже 30 долларов. Умножаем на 65 рублей. Это курс доллара на сегодня. И получаем 1950 рублей за 1000 кубометров. А продают они его нам за 5660 рублей за 1000 кубометров. Прикольно, правда? Получается, что по идее мы должны были платить рубль 90, а платим 560. Вот это я понимаю накруточка. С душой, для народа. Ну а теперь давайте пройдемся по продуктам питания. Как раз цена на них меня и побудила создать этот выпуск. Тут просто покажу вам несколько видов продуктов и реальные цены. Ну, адекватные. Начнем мы с хлеба. Так сказать, хлеб всему голова. У меня в городе пуханка хлеба более-менее адекватного. Ну, я имею ввиду качество хорошего. Стоит порядка 25 рублей за булку. 400 или 500 граммовую. Вычитаем отсюда все налоги и поборы. И в итоге получим стоимость булки хлеба в 12 рублей. Кстати, что еще больше странно, что по всем каналам хвалились о небывалом урожае пшеницы. А значит, цена должна быть еще меньше. Но в итоге хлеб почему-то продолжает расти. Хмм. Теперь рыба. Это вообще мой любимый продукт. Обожаю рыбу. Кто также любит рыбу, ну-ка давай быстренько лайк ставь. Так вот, тут вообще жесть. На прилавках в магазине она стоит порядка 300 рублей за килограмм. А вот внимание, стоимость добычи уже с налогами и прибылью колеблется в районе 50 рублей за килограмм. Да-да. На примере той же трески ее реальная стоимость в розницу должна быть порядка 80 рублей за килограмм. И это со всеми налогами, надбавками, транспортировкой и прочим. А цена мойвы должна быть порядка 15 рублей за килограмм. Представляете, какие цены? Рыба, по идее, должна стоить дешевле курицы. Об этом говорят даже сами рыбаки. Тем более в этом году вроде как нереально большой улов рыбы бьет все рекорды и так далее. Так чего же это я не вижу снижения цены на мою любимую рыбку, а? Эх. Теперь фрукты. На примере яблок. Они почему-то у нас стоят порой дороже даже бананов. Я понимаю, что это сезонный продукт, но все же сейчас цена порядка 50 рублей за килограмм. А реальная стоимость же яблок порядка 14 рублей за килограмм. Следовательно и соки должны быть копеечные. Да и блин, обидно, такие огромные территории земли. А яблоки стоят дорого. Конечно же, еще скажу про крупы. Точнее, крупу, популярную у нас в России. Это гречка. С ней вообще творится черт знает что. Цена постоянно скачет. На сегодня в среднем по России цена колеблется в районе 75 рублей за килограмм. В реальности, как говорят сами же фермеры, стоимость килограмма гречки должна составлять порядка 16 рублей. Без накруток. Вот такие вот дела. Сыр. Как же без него? Правда, на сыр чаще смотришь, как на музейный экспонат. Из-за его большой цены. То же самое можно сказать и о мясе. Тут примерно расценки одинаковые. Так вот, сыр российский стоит в среднем по России около 450 рублей за килограмм. Так вот, после расчетов получилось, что реальная стоимость безграбительских наценок в районе 190 рублей за килограмм. Что тоже не дешево, но терпимо. В общем, думаю, в целом стало понятно вам, что, как и почему. Я специально не стал вас грузить расчетами, просчетами и прочей финансовой ерундой. Этим пусть занимаются экономисты. Я лишь хотел просто узнать, сколько бы стоили продукты питания на наших прилавках и ресурсы, которые мы используем, если бы все было более-менее честно по отношению к людям и прозрачно. Учитывая, конечно же, расходы на рабочих, транспорт и прочее. На деле же выходит какой-то полный пипец. Я сам реально прифигел, когда начал считать и искать информацию на эту тему. Ставь лайк, если тебе понравился выпуск и подпишись на канал Bizarre World. Впереди еще много всего интересного и прикольного. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok